Птица Домашняя Мне на нее указалось подписчиков, это очень приятно. 8 января каналу исполнилось 2 года, это замечательно. За это время количество нас значительно, незначительно, но тем не менее переросло. Со мной на протяжении этих двух лет я замечаю, многие подписчики остаются, они в течение всего этого периода комментируют, пишут мне, это очень приятно. Я уже много раз говорил и писал в своих комментариях, что для меня, как для любого блогера, наверное, необходима обратная связь от вас, потому как я получаю эту необходимую информацию, которая дает мне возможность насыщать свои ролики какими-то определенными сюжетами, смыслами. Даже если ваши комментарии носят критический характер, это тоже важно. Они помогают мне увидеть свои ролики с другой стороны, с той, которая для меня, возможно, по ту сторону экрана, она незаметна. Поэтому некая работа над ошибками проводится, конечно же, по итогам. Даже если в каких-то роликах или в комментариях мы с вами не соглашаемся, ну, тем не менее, все равно даже вот возникающие какие-то по каким-то поводам споры, они, мне кажется, как и на любом канале, необходимы. Да, вот раз уж мы к этому подошли, вот сейчас вот такое хочу обозначить определенный момент, что мой канал, он создавался канал, на котором можно свободно дискутировать по самым разным поводам, приветствуются любые мнения, то есть этот канал именно для того и открыт, чтобы вы могли на нем высказываться. То есть я никого практически не банил, ну, единственное, что в бан могут быть отправлены те, кто опускается до каких-то уж совсем уничижительных или нецензурных выражений. И то, что касается нецензурных выражений, многие из вас, наверное, заметили даже, что я не всегда баню человека, который в своей речи употребляет мат. Не злоупотребляет, но употребляет, потому как все-таки великий, могучий русский язык, это, ну, неотъемлемая часть его русский мат, поэтому я как бы к этому более-менее снисходительно отношусь, до определенной поры, пока человек совсем уж не зарывается. И то, даже когда человек в мой адрес, там, позволяются какие-то оскорбительные вещи, я его сразу в бан не отправляю, а пытаюсь вывести его на какие-то читабельные, какие-то, ну, приемлемые для человеческого глаза и уха разговорную, разговорную манеру речи. И вот если уж человек совсем не понимает, после долгих таких вот переписок, я его отправляю в бан, ну, чтобы вы понимали. То есть, в двух словах, пожалуйста, высказывайтесь, если у вас мнение иное, не согласное с моим, ради бога, пишите. Это канал для того, чтобы мы на нем могли дискутировать. О планах на 2019 год. Вот уже в ближайшее время будет снят очередной гостевой ролик, периодически такое видео, видео такого формата, я как понял, вами приветствуется, поэтому они будут выходить. И я все же постараюсь оставаться в том, ну, довольно-таки узком, я хочу сказать точно, формате, в котором я выбрал, вот, в котором я определил для себя направление своих роликов. То есть, это все-таки птицеводство. Ну, мы его будем немножко разбавлять там темами где-то с домашними, с домашними сельскохозяйственными животными, но не более. Я максимум, какие я себе отступления, наверное, смогу позволить, это я, наверное, сварю борщ из домашнего бройлера или спою в караоке «Летят гуси». Ну, это была, конечно же, шутка. Нет, наши ролики, наверное, все-таки такими же и останутся, узкоформатными. Ничем подобным мы разбавлять свой канал не будем, ну, по крайней мере, я постараюсь. Я понимаю, что формат довольно-таки узкий, испытывает со временем любой, наверное, любой блогер какой-то кризис жанра и начинает искать пути, где бы еще какую-то подпитку для идей найти на стороне. То есть, там, ну, никакой рекламы косметики для лица или чего-то подобного у нас не будет. Я вам это, конечно же, обещаю. Вот из интересного. Не так давно, это вот по поводу производителей комбикормов. Я заезжал на Агропром парк, и там есть несколько продавцов, которые реализуют корма. И я заметил, что вот ребята, которые торгуют алтайским комбикормом, от Павловского комбикормового завода, и заметил, что алтайцы произвели такой небольшой апгрейд своих мешков. То есть, они изменили его лицевую сторону, нанесли там какие-то рисунки интересные. Ну, сейчас вот вы увидите, я вставлю картинку. И что самое главное, я хочу сказать, респект производителям за их чувство юмора. Они написали на своих мешках без антибиотиков и ГМО. Ну, знаете, такая надпись для дурака, что называется. То есть, я по всей видимости, количество людей, которые задают постоянно одни и те же вопросы, оно не иссякает, возможно, даже прибавляется. И вот производитель для того, чтобы уже снять такие вот вопросы, да, они вот уже пишут это на мешках. Ну, это, на мой взгляд, это такое своеобразное чувство юмора. И вот, опять же, респект производителю. Али рассказал мне интересную историю среди покупателей. Часто такое встречается довольно-то. Вы приходите наверняка и спрашиваете, ну, что бы ты посоветовал. Али говорит, ну, вот я тебе посоветую вот этот комбикорм взять подороже, там, вот немножко можешь рацион птицы разбавить зерновыми. На что ему покупатель сказал, нет, комбикорм, пожалуй, я брать не буду, от него со временем станешь им патентом. Ну, там, объяснив такую-то взаимосвязь, что там комбикорм через мясо птицы попадает со временем, там, все равно в мясе человека там откладывается, в мышцах. Ну, и как-то, каким-то образом потом влияет на мужскую детородную функцию. Зачем вы приходите на рынок и спрашиваете у продавца совета, если вы сами на все знаете ответы? Ну, вот как бы вот так вот. Ну, и такие вот покупатели, тем не менее, встречаются зачастую. Ну, а мы свои ролики делаем как раз для того, чтобы вот такие вот бабушкины страхи и стереотипы развинчивать. И я думаю, что у нас это получается, и в новом наступающем году, я думаю, что сюжеты на подобную тему у нас еще будут, ну, если будут, конечно же, поводы и идеи. Если у вас есть какие-то вопросы, которые бы вы хотели увидеть на полях этого канала, чтобы я озвучил, да, или снял по ним сюжет, то, пожалуйста, пишите. Кстати, зачастую бывает, что подписчики из, видимо, тех вновь подписавшихся, вновь прибывших, они, видимо, не отсматривают прошлые ролики, а задают вопросы по темам, которые уже мной были озвучены и по темам, которые уже есть на канале. То есть, как бы, ну, тут немножко не стоит все-таки повторяться. Вы там полистайте, посмотрите ролики, потому что там, ну, довольно-таки по не широкому кругу, да, вопросов, но по некоторым вопросам, которые наиболее часто звучат, уже ответы даны в роликах, поэтому, как бы, повторяться, наверное, не стоит. Как я уже и сказал, что обязательно у нас на канале не только сохранятся, но, я думаю, получат дополнительный импульс ролики гостевые. Уже есть такой определенный план набросок, хозяйств, по которым мы поедем, будем снимать эти видео. Потом я несколько разно... некоторое разнообразие внесу в свое хозяйство, потому как у меня очень сильно проредилось поголовье. Есть свободные места, площади, поэтому, ну, я уже продумал, продумал сюжеты предстоящих роликов и то направление, в котором будут сниматься эти видео. Но о чем они, я пока вам не скажу для того, чтобы, для того, чтобы мою идею не использовал кто-то раньше меня. Я уже потом по чьим-то, по чьим-то отснятым сюжетам не пошел по стопам. Надеюсь, что вам и дальше будет интересно со мной находиться на этом канале, присутствовать, читать комментарии, в которых, я опять же говорил, у нас приветствуются различные противоположные точки зрения. Читайте комментарии, там очень много интересного. Иногда даже мне приходится делать шаг назад для того, чтобы, для того, чтобы, знаете, это когда в споре там два человека сходятся, чтобы третий не мешался. Периодически происходят такие вот бурные дискуссии. И это, наоборот, мне кажется, интересно. Так вот, мы постараемся на канале сохранить оригинальную тематику, которая вам будет интересна. Ну и до новых встреч. Не забывайте подписываться на канал Птица Домашняя. Ставьте лайки, дизлайки, задавайте вопросы, комментируйте. Всем спасибо, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok